Я научился летать на снежной пушке. Оказалось, что у моего другу 10 аксессуаров. Теперь мы омолвутся. Оказалось, что 1ТИТИ сильнее, чем 1000 пушек. Что если клонировать снежную пушку, когда мы находимся внутри неё? Всем привет! Сегодня мы проведём эксперименты с новой снежной пушкой. Ну а также затронем немного обновления и узнаем, что случилось с пушками. Первое, что я бы хотела бы сделать, это костёр. Но он будет с дымом. В качестве дыма я попробую использовать новую снежную пушку. Давайте попробуем. Сначала сделаем что-то типа костра. Особо заморачиваться не буду, потому что я делаю дым. Ну и самый главный ингредиент, это пушка. Перемещение поставим на двойку и поставим её слева и чуть-чуть сзади, потому что дым от пушки идёт вправо. Теперь нам нужно выстрелить из пушки 25 раз, чтобы закончились снаряды и она начала дымить. У пушки включаем прозрачность на 100% и можно отключить коллизию. И вот такой получился дым. Его можно разместить чуть повыше или чуть побольше. Также можно сделать дымовые трубы и также дым от шин машины. Думаю, получилось прикольно, так что идём дальше. Второе, что мы сделаем, тоже связано с пушкой и с новым инструментом. Сначала нам нужно выделить саму пушку и сесть в неё. Теперь давайте попробуем переместить пушку повыше и, как видите, мы перемещаемся вместе с пушкой. Так можно подняться очень высоко или в стороны, или наоборот под землю. Только единственный минус этого способа в том, что мы можем летать только в пределах нашей площадки. Таким способом можно очень легко куда-то перемещаться или перемещать вашего друга. Но, думаю, это ему не очень понравится. Я бы хотела попробовать сделать то же самое с яичной пушкой, а с обычной пушкой и с стульчиком. С яичной, с пушкой всё работает без каких-либо проблем. Давайте попробуем с обычной. Здесь тоже всё хорошо работает. Ну, а теперь стульчик. Наверное, тоже будет работать. Сейчас проверим. А вот со стульчиком не работает. Разработчики просчитали. Работает только с пушками, со стульчиками не работает. Ну, а теперь третье. Попробую снять все ассоциалы из моего друга. У него их там очень много. Думаю, один десяток наберётся. Важно не стрелять по телу и по голове, потому что это сразу убьёт вашего друга. Так, я стрельну по крыльям, крылья пропали. Снежный шар тоже пропал. Попробуем сейчас скинуть шапочку, лисуфырку и ещё звёздочку. И тут осталось ещё пара аксессуаров. Шапочка, волосы. Так, это тоже снимаем. И вот его голова. Так, ну у него ещё сзади должен быть один аксессуар. Его тоже снимем. И сколько у меня пули осталось? 15. Так у него что, 10 аксессуаров ровно? И также таким способом можно снимать руки и также ноги. Но если стрельните в голову или в тело, то ваш друг или противник погибнет. Мда, какой-то головащик получился. Давайте попробуем стать амогусами. Для этого нужно сбить все руки. Всё, я поучился амогусом. То же самое сейчас я сделаю Климсону. Ну всё, амогусовый товарищ. Теперь мы амогусы. Ну а сейчас проверим, какая пушка лучше, новая или старая. Я поставил титановый блок и Климсону поставил титановый блок. Я ставлю пушку и он тоже ставит пушку, но это для того, чтобы мы смогли наносить урон. Новая снежная пушка сломала титановый блок за 2 выстрела. А обычная? Обычный понадобилось 4 выстрела, чтобы сломать титановый блок. Это ещё при том, что обычная перезарядка дольше. Сейчас попробуем сделать то же самое, но блоки уже будут 3 на 3 на 3. Ну или если так считать, то будет 27 титановых блоков. Думаю, понадобится много стрелять. Одной пушки с 25 патронами не хватило, чтобы сломать эту платформу. Зарядим ещё одну. Мне и двух пушек не хватило, зарядим третью. Но с третьей пушкой всё получилось. В итоге я потратил 57 снарядов. Ну а теперь обычная пушка. Могу только предположить, что это будет долго. Оно вообще уменьшается. Что после обновления случилось с пушками? Попробую помочь Климсону. Мне кажется, что кубик вообще не уменьшился, поэтому будем использовать обычные пушки. Нам надо больше пушек, больше. Тут около ста пушек. Что разработчики сделали с пушками? Они только полбока сломали. Ну всё, а тут 300 пушек. Да вы издеваетесь, только пару блоков сломалось. Попробуем один ТНТ взорвать, что будет. Так, ставлю кнопочку. Один ТНТ смог взорвать этот блок, который уже сколько пушек пытались пробить. Какой-то странный всё-таки билд-обот. Ну а сейчас самое-самое интересное. Что если клонировать пушку вместе с собой? Давайте попробуем. Выделяем пушку новым инструментом. Выбираем клонирование. И давайте клонировать. Всё, я перетаскиваю пушку. Но сначала хочу сказать, что я от этого жду. По идее, я должен скопировать пушку вместе с собой. И должно получиться два уха. Давайте проверим. Давайте попробуем прыгнуть. Не, второго уха не появилось. О, кстати, Кримстон нашёл новый лайфхак. Можно своего друга подцепить шардиром, перетаскивать его и перетаскивать своего друга. Да, только я теперь отцепиться не могу. Хороший способ, чтобы затролить своего друга. В стержной пушке не получилось себя клонировать. Я решил сделать это в обычной. И здесь это тоже не работает. А сейчас давайте попробуем поставить стержную пушку. Включить в неё прозрачность на 100%. И потом залезть в неё. Теперь, когда мы садимся в эту пушку, мы становимся невидимыми. Это пригодится, если кто-то за вами бежит. Например, с мечом, а у вас нет меча. И вы просто отрезаете и становитесь невидимыми. И он не понимает, что происходит. Единственное, что он может заметить, это внизу циферку 25 и 25. Давайте попробуем повторить то же самое с обычной пушкой и с яичной пушкой. С ними это тоже работает, но только есть проблема в том, что тут видно огонь. И поэтому вас можно очень легко обнаружить. Если вы только пушку в факюне поставите. На этом мои эксперименты закончились. Если хотите, можете написать свои эксперименты в комментариях. Будет очень интересно почитать. Ну а с вами был Кеймс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok